Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер, меня зовут Ирена Филиппова, владелец модельного агентства Royal Models, художница БДС и большая почитательница таланта Вячеслава Михайловича Зайцева, моего партнера, вообще кумира многих. Я считаю, что эталон моды и мэтр моды, это, конечно, слава Зайцева в нашей стране. Сегодня потрясающий показ, хочу выразить свое восхищение, удовольствие увидеть нам, пожелать огромных сил, терпения и удачи нашему замечательному Славу Михайловичу, здоровья, долгих лет жизни и продолжать радовать нам своими коллекциями, своими показами, своей потрясающей энергетикой. Скажите, Павел Север, как вы думаете, мода это искусство или культура? Я думаю, что в нашей стране уже стала мода отчасти бизнес, искусство и культура, да, а все-таки, наверное, все-таки культура, культура представления, стиля и образа, да, культура, отчасти искусство, потому что все-таки это творчество, нельзя разграничить моду культуры или искусства, все-таки мода и культура, искусство и отчасти бизнес. Сейчас вот идет общественное слушание по новому закону о культуре, не хотите ли принять участие в общественных слушаниях? с удовольствием прямо участие, потому что имею к этому бизнесу 18 лет своей работы и думаю, что каким-то комментариям помогу до нормального состояния довести это до кон, потому что есть опыт работы, есть свое видение. С удовольствием, потому что все-таки у нас нету, к сожалению, раздела в культуре, который занимается исключительно модой и дизайнером. Я рада, что этот вопрос подняли и думаю, что он должен пойти, потому что должна быть поддержка наших дизайнеров в стране. Ну, я нахожусь по другую сторону барьера. С одной стороны чиновники, с другой стороны поэты, вот вы поэтессы, не прочтете ли какое-нибудь стихотворение свое наизусть? Прочтете стихотворение наизусть очень большие, но не знаю, что вам прочесть. Сейчас секундочку, вы вырежете тогда, я подумаю, да? Нет, почему? Если не хотите, не обязательно читать. Нет. Странные мысли гуляют по комнате, тихо проходят сквозь сердце. Уходя, может, даже вы меня больше не вспомните, закрыв за собой все дверцы. Но прощаюсь, скажу вам я, не забывайте меня, друзья, не забывайте тех дней беззаботных, что мы, друзья, гуляли и веселились, но где-то в памяти они растворились. Где-то найдется старое фото, на одноклассниках встретится что-то, что-то знакомое, но не оно. Большое спасибо за интервью, поздравляю вас с Новым годом, желаю вам успехов. Вы знаете, Вячеслав Михайлович стал традицией всегда проводить вас старый Новый год, нам праздник дарить. Очень красиво, я очень тоже справляю этот праздник своей семьей, мы сейчас поедем как бы за стол и все это отмечать. Это всегда торжественное мероприятие, мы к нему готовимся, мы ждем его. Спасибо огромное, что он каждый год, 13-го под Старый Новый год дарит нам такой роскосный праздник. Низкий ему поклон и дай Бог ему огромного-огромного здоровья. Ура!